Настроились служить. Около ста щёлковских подростков призывного возраста побывали на экскурсии в 38-м отдельном гвардейском полку связи ВДВ. Его солдаты и офицеры готовы первыми прибыть в нужную точку планеты, туда, куда не добивает луч спутниковых антенн, и организовать связь с командованием. В годы Великой Отечественной войны и афганских событий за линию связи десантники отдавали жизни. В память о них молодые люди возложили цветы к бюстам героев полка. Посмотрели воздушно-десантный комплекс, на котором личный состав отрабатывает прыжки с парашютом. Ребята не из робкого десятка попробовали выполнить команду инструктора. Самое интересное в этой экскурсии – это, конечно же, отработка прыжков с парашютом. Необходимо каждую секунду довести до полного автоматизма, ведь от этого зависит жизнь и успех военной операции. Свой первый прыжок с парашюта молодые люди совершили с борта учебного вертолёта. Высота составляла около метра, но с первого раза без ошибок. Выполнить действия командира смогли единицы. Какие-то новые ощущения. С непривычки группировка не особо легко даётся. С троем по территории части молодые люди пришли на выставку учебного оружия, средств снаряжения и спецсвязи. На отдельном столике разложены переносные радиостанции, начиная от громоздких, с радиусом связи до 8 километров, заканчивая миниатюрными, но практически с теми же техническими параметрами. Всё, включая пульт управления БТР, можно было взять в свои руки. В клубе и казарме чистота и порядок, одежда и вещи на своих местах. Это была насыщенная экскурсия, где мы попробовали прыгнуть из вертолёта, тоже учебного всё-таки, но всё равно прочувствовали себя, скажем так, в роли воина-десантника. Если очень долго тренироваться и упорно идти к этой цели, то, в принципе, всё будет легко достигнуто. Многие ребята мечтают служить ВДВ, мечтают служить в частях боевых и частях, наиболее, так сказать, там, где можно проявить себя, можно показать себя. День призывника, который проходит два раза в год в Севокском муниципальном районе, он оставит у ребят, прежде всего, приятное воспоминание о том, что армия – это не так плохо, это нужно, и это запоминается и остаётся на всю жизнь. На проведении районного дня призывника в полку ВДВ настойчиво добивалось руководство ровесника. И не случайно в любой ситуации находиться на передовом фланге, задача – выполнить которую под силу разве что спецназу ВДВ. Михаил Налётов, Валерий Жегле, телерадиокомпания «Щёлково».